Такую работу по объему сложности и кропотливости сотрудники городского архивного отдела еще не проводили. Чтобы на Сочинском мемориале появились новые имена павших воинов, пришлось взять в работу сотни, если не тысячи единиц хранения. Сопоставить данные разных источников, учесть элементарные ошибки в написании фамилий, а затем еще раз перепроверить каждое имя. Более полугода два специалиста городского архива Ирина Савельева и Ирина Протненко свободные от работы время и даже в период отпуска не прекращали искать. И нашли. Сотни солдат, захороненных в братских могилах, вновь обрели свои имена. Теперь навечно. Данной работой мы начали заниматься с июля месяца. И вплоть до сегодняшнего дня мы постоянно уточняем. Постоянно есть какие-либо сомнения или что-то еще находится. Мы сегодня последний раз уточнили еще одно имя. Эта работа. Как бы постоянно чувство неудовлетворенности, чувство присутствует, что вдруг мы не все проверили, не всех выявили. Хочется все-таки отдать долг памяти тех, кто погиб за наше настоящее, за нашу нормальную, спокойную жизнь. Архивные документы, книги регистрации захоронений, дислокации госпиталей периода Великой Отечественной войны, а их в Сочи было 180. Материалы с сайта-мемориал, располагающего единой базой данных. В работу шли все доступные источники. Самое сложное, признаются специалисты, выявить разночтение. В документах некоторые фамилии и инициалы написаны по-разному. Приходилось перепроверять. В итоге удалось найти 931 имя. Еще 109 имен были уточнены. Этот список уже передали в работу тем, кто ведет реконструкцию мемориала. Там, где в память о войнах горит вечный огонь, когда-то было городское кладбище. В годы Великой Отечественной на этом месте хоронили солдат, умерших от ран в сочинских госпиталях. В 1950-м кладбище было закрыто. А спустя 30 лет по инициативе воинов 20-й горно-стрелковой дивизии на месте большого солдатского захоронения появился мемориальный комплекс. Право открытия этого комплекса было предоставлено ветеранам 20-й горно-стрелковой дивизии. Ими же был зажжен вечный огонь на мемориале. Вот сейчас этот комплекс, он как раз реставрируется. И вновь выявленные имена умерших от ран в госпиталях появляются на этом комплексе. Реконструкция мемориала в завокзальном микрорайоне началась в январе. Параллельно к 70-й годовщине Победы обновят еще 10 памятников по всему Большому Сочи. Нами планируется демонтировать плиты гранитные со старыми фамилиями. Часть плит находится в аварийном состоянии, который необходимо убрать срочно, чтобы не было травм. Там и дети у нас гуляют, и различные мероприятия проводятся. Цвет, форма букв, покрытие их сусальным золотом – все было согласовано с краевым управлением по защите памятника. После реконструкции, которую планируют завершить к 1 мая, на главном мемориале будут высечены фамилии 4175 солдат. Много и мало одновременно. По разным данным, за время войны через сочинские госпитали прошли около 400 тысяч раненых. Жизнь более 6 тысяч фронтовиков спасти не удалось. И пока имена всех солдат, похороненных в братских могилах, не установлены, поисковая работа в Сочи будет продолжаться.